Взрыв в немецком городе Ансбах официально признали терактом. Власти изучили содержимое мобильного телефона и компьютера исполнителя атаки. Там обнаружили видеозаписи исламистской тематики. Более того, 27-летний сирийский беженец поклялся верности лидеру ИГИЛ. Смертник подорвал себя у входа в один из ресторанов в ночь на понедельник. Он стал единственной жертвой, но ранения получили еще 12 человек. Пострадавших могло оказаться намного больше. За некоторое время до этого террорист пытался без билета попасть на музыкальный фестиваль. А там находились несколько тысяч зрителей. Известно, что погибший сириец прибыл в Германию два года назад, но в убежище ему отказали и должны были депортировать в Болгарию. При этом известно, что мужчина дважды пытался покончить с собой и проходил лечение от психических заболеваний. Этот сирийский беженец прибыл в Германию в августе 2014 года. До этого он подал прошение в убежище в Австрии и Болгарии. В последнем случае ему ответили положительно. Поэтому Германия отказала ему в убежище и постановила выслать его в Болгарию. В процессе выяснилось, что он страдал от психических расстройств. 13 июля ему повторно предписали покинуть страну. Германия за прошедшую неделю пережила уже не одну кровавую бойню. Минувшую пятницу в Мюнхене 18-летний юноша расстрелял 9 человек, а после покончил с собой. Выходец из Ирана был немецким гражданином. Полиция полагает, что стрельба стала местью за издевательство в школе. Жертвами убийцы стали в основном подростки. Через два дня после этого сирийский беженец зарубил мачете беременную женщину и ранило еще несколько человек в городе Ройтлинген. Холодное оружие взял в руки 17-летний мигрант из Афганистана. Прошлый понедельник он напал на пассажиров поезда. В Баварии с топором и ножом серьезно пострадали туристы из Гонконга. Самого афганца застрелила полиция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова